здравствуйте люди я хочу к вам обратиться сделать так сказать видео обращение хочу вам поведать тайны пнд города шадринская как я туда попал я наверное этим закончу а то что происходит там начну от пешка до самого ферзя и короля есть у нас такой он же слов он жаков 2 кабинет и смысл такой прихожу я к нему и говорю мягу плохая память он не короче говорит вот есть таблетки для памяти на какие а я не знаю где там в интернете искать допустим как ты там вдруг что нибудь купишь там дорогое допустим на денег как бы нет на 8 500 в месяц а 4 4000 только на сигарету уходит и так далее из 8 начата купишься зашел на магнит 1500 у них не бывало это в ты один раз сходил магазин короче на 1000 уж нет все и так далее я у меня горються и память плохая сижу даже вот у компьютера пароль запомнить не могу там или еще что-нибудь записываю там и так далее но мне советуют вот такие таблетки короче глицин глицин уменьшает психоэмоциональное напряжение агрессивность конфликтность повышает социальную адаптацию облегчает засыпание и нормализует сон повышает умственную работоспособность уменьшает вегетов сосудистые расстройства уменьшает вы выраженность мозговых уменьшает выраженность мозговых расстройств при ишемич и ишемическим инсульте и черепно-мозговой травме причем здесь моя память я так и все еще понять не могу мне у меня память был плохая у меня глицин купи но дело-то вообще не в этом я принял этот глицин короче что со мной стало у меня открылся какой-то астральный мир то есть я чуть в миг не попал короче на и так далее у меня на кресле женщина оказалась в белом халате короче на который видит что я заметил она стала ушла но я видел не не как вот знаете воплотить вот знаете как будто из воды за стоит только цвета короче видно что в миге короче на цвета что видно что в белом халате короче на и так далее у меня начались галлюцинации короче с этого глюцина у меня начались галлюцинации то есть мне стало плохо умственную способность он меня не то чтобы улучшил мне стало плохо я испугался и так далее то есть мне стало такой степени плохо я чуть скорую не позвонил за видели вот наркоманы когда спайс курят короче вот у них вот такой же эффект принял бы я дозу в два раза больше чем принимал у меня был бы понимаете такой же эффект как от наркотика спайс это точно это сто процентов вообще да 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 так и есть это только это только один пример это правда я не знаю как бы люди не жаловались на глицин может быть он не не идет но почему во первых здесь перечислено от чего он правильно и понятно для кого правильно черепно-мозговые там психостом и так далее я человек очень уравновешенный просто супер меня вывести чтобы допустим на самом-то деле из из допустим из состояния из-за равновесия это это надо короче постараться и так далее я заметил когда я пишу видео то есть я у них постоянно под контролем короче мне день я не могу сосредоточиться у меня начинает опять же короче память пропадать как будто меня к вену кто-то понимаете вот пережимает поток мысленно и так далее я не знаю как с этим бороться у я на сайте у себя где я размещу вот это видео выложил короче гений или шизофреники или допустим нет как я понимаю свой гений но это не трудно догадаться что я являюсь гением потому что мои работы на сайте это все сделано мной лично все вот эти калейдоскопы другие фотографии сделаны программа н.р сделаны из фотографии моего глаза короче и так далее вообще все абсолютно все из глаз сделано видео фото все общие ну и смысл то в чем соответственно это сверх гениально только потому что там видят вообще в моих глазах видимо нам гением то вот такое говно то короче не идет вот и смысл то короче в чем когда я пришел как-то еще в каком-то году опять же к этому короче мужикову во второй кабинет как дела там ягода водку расписался с женой но я уже с ней развелся там и так далее он мне сказал почему-то зачем быть тебе жена не надо быть тебе жену я не понимаю может мне это надо что величие но мне выписывают вот такой галлюцин короче вот от которого у меня сносит крышу у меня гайну это так-то не галлики если разобраться до короче но такие галлюцинации не бывает но ты даже если на камеру ты это не сможешь снять камера видеокамера у телефонов короче она такие вещи не замечают и смысл по в чем то есть у них такая-то тема в пнд что ты ничего никогда не докажешь короче но они там лечит шизофрению а мне кажется они там ее прививают и так как я так я как как я понимаю что меня нашли еще ребенком мне кажется вот это пнд это занимается мной короче с детства потому что когда я пошел в школу я почему-то с первой смены когда учился я не мог проснуться даже на уроке я засыпал и так далее я очень трудно просыпался к я я чувствовал потому что состояние что это не сон что у меня как бы что-то в крови как бы я ощущал какие-то какое-то давление это препаратов я не знаю потому что он сон такой был он как знаете что никак не спишь сам по себе а вот именно когда вот понимаете снотворное принимаешь на это где кто чё брал там никто чё кому давал там по крайней мере я страдал вот этими проблемы проблем у меня вот такие были и смысл то в чем смысл то в чем если вот такой глицин уйти выписывают но может быть гением это не идет понимаете и так далее то есть мне привали шизофрению ты походу вот это пнд с детства и вот эта баба то которая на кресле сидела в белом хавате она в медицинском хавате это было мне тоже о чем-то короче говорит я не знаю это видео наверно будет минут 30-40 но я советую вам до конца посмотреть и это объясню далее то есть свет у меня галлюциноген какой-то короче это это наркота сама натуральная вот кто спать короче куритая вы не курите спать вы купите галицин он 32 рубля 50 копеек короче но еще водки это шарахните короче чекушку но и вместо двух таблеток примите 4 короче и конкретно еще будет улет сто процентов и это смысл то в чем при жену мне не надо зачем это не надо быть тебе жену и так далее так далее денег у меня не хватает короче а пенсионер инвалид 3 группы диагноз свой не знаю попал в первый раз психушку в 2003 году это потому что мне приснилось что я бог именно что иисус христос что в духе святом и так далее и смысл то в чем что в духе святом и в дух святой как я уже потом узнал я потому что я сам себя потрогал короче но и он как бы мне сам сказал ты потрогай короче но я распотрогался за руку или как он не то что как этот дух святой он не вдруг как дым короче понимаете как вам объяснить это такое короче тело короче такого странно в к в котором я был я как бы в нем был и он был я как-то в два в одном и что иисуса там забирают короче он и дух святой после смерти я во сне полетел к полетел в сторону солнца я я был укутан все вот именно как в фильмах мне удачи с это полотно я не смогу я мне не одеть его будет понимать видимо там в раю у нас по получается у меня что так так одеваются по сей день что я не знаю понимаете и сон ты был понимаете их наяву непростой имя вот такой как жизнь после смерти и смысл то в чем и живую на 8 500 короче тысяч восемь тысяч пятьсот рублей короче это вот 4000 на на сигареты зашел магазин полторы штуки нет тут хватит тебе там короче на три дня там на 4 там короче это вообще знать на есть кашу дешевую кашу макароны кашу короче и масло покупать короче на а чтобы молока купить там или кефир это вообще шикарная дитя и так далее она то есть практически вообще нищий я вот с этим феноменом у себя на сайте я нищий у меня нет денег вообще абсолютно никаких я решил короче устроить пойти учиться на повара а а тема такая что тема такая что я готов готов готовить умеем что очень вкусно готовлю хорошо и это я думаю пойду учиться на повара что у меня третья группа третья группа она рабочая короче что я имею право работать если можешь ты можешь работать короче и даже вторая группа есть рабочие и смысл то в чем короче я прихожу короче к этому грицин и это ягун там был инвалидов лечит бесплатно лечит гриб это учат бесплатно короче что мне надо учиться на повара 3 курса 3 месяца курсы и так далее она вы бы у меня не дадите что я имею право то вообще учиться что у меня треть эта группа там по инвалидности что она будет надо же будет пенсионная предъявляет что тебя бесплатно то чтобы короче учили и так далее он не заявляет он не заявляет мужа кофте ты не имеешь права учиться и работать и не имеешь права ягода почему а мы ведь тебе за это деньги платим но он понятно что будет отрицать и делать слова допустим приедет в тег допустим из круга на приедет допустим даже в тег приедет скурган я вот пожаловать они ему чё скажут вы почему москоп учиться не даете даже если у него там не написано что он имеет право по поварам работать вы это можете дать добро если вы не даете допустим мы дадим а как вы не даете человеку учиться на пол и смысл это короче смысл это короче такой мы ведь тебе за это деньги платим ягода кроме чем ничего будет 50 тысяч платить это что величие понять не могу диагноз он не общем они говорит я не знаю шизофрении у меня у нас а еще раз говорю гениальные шизофреники есть точнее точение шизофреники гениальность или безумие короче типа того там и там описываются вообще вот симптомы короче гения там симптомов 7 короче генияш у каждого день эти симптомы короче были читаете ли вы мысли людей короче ну типа видите вот таких вот людей в мире там читаете мысли людей там ну и так далее она разобраться ванга допустим мессинг они все были как-то шизофреники сейчас ну ладно короче дело не в этом но они все были люди известные богатые вы знаете сколько у анги денег было это вообще очень много она делала сбор за один приход короче но и так далее что она построила церковь там за свой счет потом юные короче миллионы долларов они под исчезли там и так далее все они были такие короче богатые люди и даже инштейн даже инштейн который у которого я так сказать учеником был в интернете он заявлял что вся вселенная это одно энергополе даже инштейн был шизофреника и смысл то в чем а у меня вот это магия глаз он фиолетовый видите с полоской калейдоскоп короче это у меня вот эта магия глаз работает даже на фотобумаге то есть дети ну к примеру что насколько я знаю видят космос там планеты там юпитер там звездную систему из которых планет смысле солнце там луну реки мая мая моря озера там русалок рыб там ну красиво смотрится короче это работает даже на фотобумаге на простой вон даже в калейдоскоп у меня жена что смотрит до свет вообще меняется и открывается другой вид она все присмотреться сразу видно на первых секундах ну на 15 20 секунде ты уже точно заметишься и вообще увидишь потому что 50 процентов населения планеты как я думаю не видят но дети видят все то есть этим можно зарабатывать деньги продавать видео фото да даже мире там и стать можно миллиардером вообще исходя из того что на планете 8 миллиардов населения понимаете 8 миллиардов человек на планете вы понимаете 8 миллиардов рублей можно собрать просто попросить вот так куда и сказать люди дайте по рублю мне и у меня будет 8 миллиардов рублей понимаете я вот не понимаю как вот это что за проблем это у нас пнд и смысл то в чем вместе они там прививают за меня шизофрению что я такой сумасшедший вы видите видео адекватно все ли прививает допустим они шизофрении что я сумасшедший давайте я куплю и построить себе за границы допустим в израиле если иисус христос да почему называть себя люцифером потому что фото видео файлы аппаратура вся цифровая вот почему мне как гению подходит по моему мнению это имя люцифер потому что цифры люцифер люди цифры сфер и смысл то в чем и в сша как я смотрел короче священник сказал что иисус христос это и есть люцифер короче вот так вот и вот люди я вот не понимаю если я иисус христос ну к примеру да вот про психушку я был в своих смысле построил израиль и запустим понимаете и так далее ну если недостатки допустим у меня мне бы там давали препараты которые меня бы проанализировали или видимо там просканировали мозг там и так далее может я еще умнее бы стал чистый гений понимаете но и так далее ну и смысл то в чем смысл то в чем есть я вот сус христос да вот допустим меня распяли на кресте 2000 лет назад а как вы сейчас люди хотите чтоб меня в психушке умер твили что ли я понять не могу я в тюрьме сидел знаете за что сидел за воровство а мне есть нечего был потому что я как-то голодный потому что пришел в церковь церковь я находится это на берегу и сети и там лежала печенье печенье на столе не знаю какой праздник там церковный был не помню это в детстве вообще там короче там лежала пища что не мясная пост какой-то был ли что-то я голодный смотрю голодными короче глазами на эту езду в церкви и мне стыдно было попросить даже у этого церковного работника там эти монашки ли кто-нибудь понимаете мне было стыдно что я я не мог попросить и смысл то в чем удала бы на тебе печенюшку ничего изменится ты же не будешь там питаться я не знаю как вообще это понимать так они мне короче справку на работу и на учебу так и не дали ведь не имеешь права и все и начали шизофрению мне прививать в очередной раз короче а вдруг ты кого-то кипятком гэта шпалишь там же быть работал плиты у меня аудиозапись диктофона есть она в ю тубе можете послушать вот интересно очень вы сами просто поймете просто не шизофрению прививать понимаете а курган чокурган там такая же коррупция как шадринский я вам сейчас просто к примеру приведу вот вы понимаете допустим ватикан собрал не один миллиард я с 2010 года в интернете у нас тоже церкви есть там в россии вера то может измениться поменяться по крайней мере она может стать такой какой я вижу ее настоящую вот и все им это невыгодно мусульманство тоже собирает деньги с мусульман я на аллаха не похож на аджали не похож ни на буду не на антихрист что иисус христос он же я же люцифер это правдоподобно но я тоже не столько люцифер сколько иисус христос но у меня было такое ужасное детство что я сидел в тюрьме четыре с половиной года и закрыли меня в тюрьму все в 17 лет это был уже в тэм и второй раз потому что тюрьма вообще с 14 у малолеток с 14 лет а меня закрыли в 13 месяца через два в тюрьме метку исполнила 14 это было сделано в шадринске была следователь такая ольга по-моему галкина галкина это точно хорош ну и смысл то в чем вы понимаете все-таки единый мировой порядок там до масоны у них тоже как бы бог ты люцифер понимаете об иисуса христа не вытирают ноги ну смысл то в чем я не хочу в этом копаться не в том не в этом как вам объяснить я сам многого понять не могу из из и в этом разобраться короче даже в масонстве вы сами поймете что это тоже бред самый настоящий бред то есть это все секты которые собирают деньги любая вера собирает деньги на ней наживаются понимаете ее придумали когда-то понимаете из чего-то исходя из кого из какой-то реальности допустим и в итоге стали делать на этом бизнес ну и смысл в чем я почему-то у меня пропадает память я не могу сосредоточиться когда пишу видео именно в эти моменты может быть веб-камера может быть интернет ну как-то что-то происходит и точно не шизофрении то есть у меня все в порядке я мыслить могу но я теряюсь когда записываю видео вот так это проверено уже неоднократно и кому-то это надо кто-то это делает и смысл то в чем иначе первый раз в 13 мили закрыли хотя имели право с 14 лет потом 17 дали 46 лет то есть у меня первая попытка был суд краж попытка кражи вообще через 30 у малолетки вторая попытка кражи опять второй суд и на третьем суде путем сложения не дали 6 лет нашли какие-то отпечатки пальца в каком-то автомобиле где украли магнитолу я слева мне говорит я не помню приведу пример как вот я помню что он не говорит был белый автомобиль ты разве не помнишь а я вообще-то мне было достаточно ягу чё-то вы вспоминая может голосом дуру гоню ягу может был автомобиль того был не белая красная он будет может быть и так далее понимаете то есть на меня повесили вообще отпечатки пальцев вообще чужие что кражи была совершена и вот так вот отчеты докажешь кому вы понимаете куда это уходит вплоть до ватикана до франкомасонов и все делают бизнес чтобы стать масоном надо быть миллионером надо быть несудимым почитайте в интернете как туда попадает вообще и так далее придешь церковь скажут церковь допустим я приду к папу чуть учетом несколько расскажут и больной человек с карты и домой или прими таблетки понимает то есть как объясните ну и смысл то в чем то есть учиться то знаете почему не дают на повар потому что я буду работать в екатеринбурге или в челябинске или в тюмени повар получает в среднем тысяч пятьдесят шестьдесят а то и 70 в месяц понимаете ну к 70000 или 50 в месяц это же хорошие деньги можно машину купить правильно вся жизнь за деньги и мне тоже нужны деньги но у меня нету денег понимаете несмотря на мои феномен там и так далее и мне на вы из этих целей мне отказали короче даже учение на пор так вот и вообще даже я знаете когда мне придали первое при первое у меня так они все были принудительно все лечения то есть если ты в пенды не подписываешь что ты согласен на лечение тебя закроют короче допустим не на месяц там курс месяц короче там 30 40 дней месяц полтора то есть это не подпишешь ты будешь лежать там три месяца и то есть и ты будешь вести себя так как им нравится понимаете а там очень сильно издеваются это точно и так далее ну и смысл то в чем и первый раз меня раз я не знаю там 1 2 3 короче сделали мне видимо им мало что ли было что у патрито месяца держат там первые таразы меня по три месяца держали за то что я иисус христос мне сон приснился я узора он тогда был в первом отделении короче с колоссовским и меня привезли короче что это мама меня туда положила я губе приснилось что я иисус христос он сидит разными ручками короче пастиками там рисуют это на листочке короче я этого не понял зачем делает короче но поначалу я даже к столу вообще не подходил это он в дело положил мне что-то я рисовал сейчас он стал главврач понимаете ну сейчас вообще по-русски жопа короче мне понимаете если я туда попаду я по ходу больше не выйду только люди короче я из вас никого никуда принимать не собираюсь я сразу говорю за вот такое отношение ко мне как богу я вас всех короче вас засуну сто процентов вообще все вплоть до беременных мне никого из вас даром не надо то есть у вас есть возможности шансы короче исправить эти ошибки то есть первое что я вам не бог кузя которые обманным путем заработал десятки миллионов я настоящий понимаете мне нужны деньги не надо по миру плавать летать разговаривать общаться понимаете то есть я вам не нужен если я вам не нужен вы мне вообще не нужны ну и смысл смысл то в чем у цоров короче меня положил да и в итоге потом на первое у меня судом сделали принудительное лечение не было ни свидетелей не я с мамой поругался но не побоев никто не снимал ничего как она написала так на суде все меня и осудили я думал сейчас буду зайду на суд скажу ничего не знает дело это и так далее и выйду нет меня признали невменяем короче должен к 80 лет и он все еще на главный судмед эксперт как может 80 лет человек работать в гуше пнд там шадринской и так далее и суд медэкспертиза там от убийства понимаете он сам и решает вменяем ты или нет если они уложат тебя и сами рисуют там короче на листочках то что ты хочешь судмедэксперта а если ты вообще должен быть миллиардером ну неужели им это не выгодны но разве это не коррупция и смысл то в чем первый раз меня судом то положили вот таким методом то есть если тебя признал должен к этот старичок 80 которому не вменяем тебе никакой адвокат никогда не поможет даже если даже если ты вообще не виноват короче но как там скажут что там наговорят тебя все равно осудят и ты поедешь психушку оттуда можно не выйти он там резиновый минимальный срок психушки по принудительному лечению полгода но по полгода там вообще никто не находился ни разу после суда год минимум понимаете вообще а что там с тобой за год сделают я в стихи писал от у меня тоже на сайте посмотри почитайте я сейчас их писать не могу то есть меня там вот такие глицины галоперидол как который убить его в гестапо кололи военнопленным он там свойство такое что малоподвижный короче и так и так далее а если его перри переколю тебе что тебе может помочь только циклодол потому что шею может вывернуть понимаете вот так вот мышцы так стягивать что шея может сломаться короче вот так вот это правду и вот мужиков во втором кабинете алексей у него жена мужикова сейчас она камышева у нее там ни один человек уже умер не проколаз не при колоссовском не при уст не при уссоре когда в первом отделении были что заведующий был колоссовский никто не умирал даже дедушки это там короче это жили понимаете а у нее там один труп короче второй молодых людей сердце там остановилась еще как-то от какого препарата какая передозировка она в тюрьме не сидит понимаете вот так вот ну и смысл в чем и меня положили на принудительное лечение мама то меня и колоссовский я освободился все оттуда и колоссовский стал у меня вымогать после года так короче издевательства надо мной вначале вымогал я лежу там понимаете опять попал просто что это мама позвонила допустим мама была у меня алкоголик и любила бы любила попить кровь я и мама и называть вообще не хочу понимаете и так далее но по паспорту как бы по документам то она мне матью является и так далее он меня начал начал заниматься вымогательством то есть я могу не отпустить его и завтраку в субботу домой до понедельника что с утра приду на выходные я вам подарок сделаю там я ему принес короче у меня отпустил даже в пятницу без мамы хотя без вам вообще не отпускал я ему принес помню что две бутылки когора и коробку конфет по моему все ему понравилось он опять короче стал вымогать из меня я ему принес сотовый телефон не помню за 2000 рублей по моему самый дешевый это еще когда он живой был он умер от инсульта что ли не помню и смысл то короче в чем коррупция понимаете я должен быть по идее это миллиардером с моим феноменом моим феноменом даже если я являюсь богом или не являюсь сумасшедший я или не сумасшедший с моим феноменом можно зарабатывать миллиарды можно иметь шикарный дворец короче на берегу моря там яхту вплоть до вертолёза и так далее так далее так далее ни одно гражданство и море любви короче понимаете и вкусной пищи по крайней мере у меня ничего никогда этого не будет потому что потому что по сути то вы люди от меня отказались понимает я пришел в интернет и в 2010 году понимать вы от меня отказались мне ни разу никто не звонил у меня телефон есть на сайте есть почта ни одно письмо ни одно не доходило нет одно доходило и какой-то комментарий на сайте это с оскорблениями и топ как я понял и шадринска как и я не понимаю почему так и смысл в чем я мог я бы я конечно могу поверить в то что успеться делаю допустим блокируют мои почты и входящие допустим звонки за на телефон могу поверить вот но судя по тому понимаете что я наблюдал в интернете как ваши женщины на планете занимаются совокуплением с конями собаками проституции педофилия сути сути по судя по всему вообще понимаете я намерен от вас отказаться вообще полностью это всех я почему вам это говорю вообще смело потому что как вам объяснить я не вампир какой-то чтобы вас врать и принимать я вами не питаюсь и я что хочу сказать и вы мне при жизни даже ничего не дали никто даже ничем не помог и вы что от меня то вообще хотите ну что вы и вот в библии написано будет конец света так я вынужден буду это сделать вы сами то как бы поступили на моем на моем месте вообще после моей смерти вообще вот и допустим бог а у меня в школе было допустим там ну допустим в среднем где-то сотрясение мозга на 50 то есть я хотел учиться чтобы зарабатывать деньги мне нужно было образование это видимо поняли можем в детстве еще скорее всего меня вычислили потому что у меня в зеркале меняют цвет глаза и вот эта магия то почему работает на фотографиях то потому что там энергетика исходит как лучи и солнце вы понимаете луч точнее из глаз и меня мама допустим могла стричь возле зеркала и заметить как они из серых из голубых становятся зелеными это происходит практически со скоростью света очень быстро я сам этого никогда не видел то есть я подхожу раз в зеркал они уже зеленые и когда я вспомнил что мама мне говорил мне было года 23 у тебя глаза голубые голубые подошел к зеркалу и она мне объясняла такие как небо я буду где говорю они понимают если бы она подошла со мной их зеркал она бы это поняла в тот момент но почему-то она этого не сделал видимо она просто подумал ребенок не видит там и так далее и смысл то в чем если даже кстати и по поводу что я скажу если бы вы мне нужны были если бы мне были выгодны понимаете там загробно мире не в загробном конечно после смерти загробный мир это знаете где-то там за гробом не знает для грешников только и смысл то в чем если бы вы мне были выгодны понимаете как вот библия пишет она какая-то сатаническая вас и сейчас на встань на колени дитя мое я отпущу тебе грехи там и так далее это она на колени то станет она куда упрется вообще к нему ты чтобы грехи ты и чему не собрался пускать понимаете библия то у вас двойная с двойным смыслом и этот двойной смысл то двойной смысл то объясняет понимаете видео про ватикан что там была педофилия вплоть до этого ватикане и под ватиканом полно костей там и так далее я еще раз говорю я не видел даже ни одного видео в интернете чтобы кто-то за меня хоть раз заступился или дал комментарий то что он видит если вы сейчас боитесь их при жизни вам придется вечно с ними жить после смерти если сейчас мне никто не поможет из вас я просто от вас отказываюсь понимает я просто вынужден это сделать мне не надо таких людей для чего у меня нужны почему я должен страдать за вас а вы мне даже понимаете никто ничего